Продолжение истории о лицензировании дез деятельности. Напоминаю, что отменили лицензирование дез деятельности в 2002 году. Отменили санитарно-эпидемические заключения на организацию дез деятельности в 2007 году. Несколько лет жили и работали дезинфекторы спокойно, но в 2011 году с принятием федерального закона номер 323 об основах охраны здоровья граждан в России заложили коррупционную атомную бомбу, где в понятие медицинской деятельности включили довольно размытое определение санитарно-противообидемических профилактических мероприятий. Все, что в законе не прописано и не конкретизировано, дает широкие возможности понимать эти мероприятия как угодно, от мытья рук с мылом до противоклещевой обработки. Под угрозой требования медицинского лицензирования находятся все компании, где применяют Д-средства, даже просто мыло или шампунь, бани, парикмахерские, клининговые компании. Под раздачу стали попадать именно в Д-службы, потому что на санитарные обработки выделяются государством большие деньги, а где большие деньги, там споры, конфликты, аффилированные с чиновниками коммерческой компании. Вот вы видите, если завтра начнут выделять деньги с бюджета на мойки машин, то сразу к автомойщикам придут санинспекторы с вопросом, а где у вас медицинская лицензия. Ну-ка, так, со следующего месяца моем машины только в специализированных автомойках с медлицензией. Вот всем письмо за подписью главного санврача. Это просто информационное письмо, но попробуйте его не выполнять. Таким образом, конфликты тлили несколько лет с переменным успехом. Исплеск интереса к теме был осенью 2017 года, когда разрабатывали новый санпинг по дизайнсекции. Разработчики пытались протащить лицензирование, но не получилось. На совещании в Екатеринбурге в марте 2018 года Кузин Сергей Владимирович проговорился, что якобы на сегодняшний день существуют две редакции Санпина, одна с лицензированием, а другая ПЕС. Хочется немного поправить, уважаемого господина, что закон существует в одной редакции, в окончательной. Он не может быть закон в двух версиях. Рабочих версий может быть сколько угодно, но конечная у закона только одна. И в ней нет места лицензирования. Но вот, в январе 2018 года Верховный арбитражный суд в споре двух хозяйствующих субъектов Старл встал на сторону лицензии. Он действительно так может сделать. Ведь, как мы убедились, понятие меддеятельности имеет размытые границы. Туда при желании втащить можно все, что угодно. Любые процедуры с мылом. За эти решения Верховного суда тут же ухватилась главсанврач России Попова Анна Юрьевна, которая написала письмо, чтобы все заинтересованные организации учли эти январские решения. Информационное письмо от руководителя такого ранга у нас воспринимается только одним способом, как прямой закон ручного управления. Когда ситуация непонятна, а законы противоречивые, то такое письмо для любой организации это всегда повод не думать о законе вообще, а делать так, как скажут. Стремительно началось переформатирование рынка дезуслуг. Особенно это сказывается на корицидных обработках. Бюджетные организации, детские лагеря массово отказываются от заключенных ранее договоров. В России ожидают мощный всплеск по укусам клещей благодаря такой политике по вметанию с рынка чужих компаний. Только благодаря холодной затяжной весне это пока не ощущается. Но обработчиков с лицензией гораздо меньше, чем без лицензии. И цена у них выше в несколько раз. Поэтому рост заклещенности еще впереди. У нас возник вопрос, почему именно в этом году пошла такая атака на мелких дезинфекторов без лицензий. Есть версия, которую мы озвучим в этом ролике. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Прошу также иметь в виду, что это творческая версия, плод фантазии. Любые совпадения, имен случайные, ролик носит исключительно юмористический характер. Сэр, у нас проблемы. Кажется, в Екатеринбурге все-таки состоится футбол, несмотря на все наши усилия по борьбе с частными дезинфекторами. Но как же лицензирование? Проблема с ФАС. С ФАС? Да, ФАС. 14 марта дала разъяснение, что борьба с крещами не может быть медицинской услугой. Это всего лишь уборка территории. Уборка территорий? Ну, у нас же есть решение Верховного Суда. 16 апреля подана касация на январские решения. Их могут отменить. В общем, все против. Прокуртура, ФАС. Не переживайте, это займет несколько месяцев. Еще проблема с Росздравнадзором. Они дали такое разъяснение 21 марта, что медлицензия может действовать только по адресу, на который выдана лицензия. Только там. Только по адресу? Да, и как только такая ДЭС-фирма выезжает куда-то в поле, то ее медлицензия ничего не значит. В поле все равны, что с лицензией, что без. Они что там, долбанулись? Не знаю, сэр. Да пипец, за что им только гранты даем? Не надо им больше давать. Лучше нам дайте. Дадим? Только что вы будете делать теперь? Ну, не знаю, там. Наверное, будем писать письма. Там, письма с заказчиком территориальным на местах. Письма как главсандра Ач-Попова. Так точно, сэр? Ладно, пишите, что там вы еще можете. Хорошо, сэр. Писать мы умеем. Будем писать. Пишите скорее, время-то идет. Хорошо, будем работать над этим. Писать письма всем заказчикам. Проводить совещание. Нет, нет, хватит совещания. Это одно посмечище. Просто пишите письма всем. Ясно? Как обычно, там, для защиты здоровья граждан России допускайте к работам только с лицензией. Как там у вас же хорошо получается подобрать нужные слова.